из этой вот дырки во впускной коллектор а когда в турбо режиме вот отсюда из этой дырки она гонит в турбину вы на канале технического центра вилкс и сегодня мы поговорим с вами о квкг у маслоотделителя клапане о клапане рециркуляции картерных газов короче как его не называет это штуковина из-за которой ваш мотор жрет масло у вашего автомобиля плавают обороты на холодное у кого-то даже выбивает передний или задний сальник коленвала начнем как обычно с того зачем эта штуковина вообще нужна и как она устроена зачем внутри нее там раз мембранка 2 мембранка 3 мембранка 4 пружинка зачем все эти штуки и как это все работает коротко кто такие картерные газы и зачем с ними нужно бороться их обрабатывать картерные газы по факту это выхлопные газы которые попали в картер ну то есть у вас идет процесс сгорания топлива и вследствие процесса сгорания топлива появляются выхлопные газы которые улетают у вас глушитель но часть этих выхлопных газов проникает по стенке цилиндра между поршнем и цилиндра в поддон картера и вот там они превращаются уже в картерные газы и если с ними не бороться их никуда не устранять то собственно говоря будет масло в поддоне жить под давлением ну и достаточно под высоким и вследствие этого будет выдавливать все прокладки из сальники которые вообще только есть чтобы и убрать давление этих самых картерных газов был изобретен к вкг клапан вентиляции картерных газов но в нашем случае мы говорим о турбированных двигателях а у турбированных двигателей всегда все гораздо интереснее чем у атмосферных в общем эта штуковина работает в двух режимах то есть в турбо режиме и в атмосферном режиме атмосферный режим это когда автомобиль стоит у вас на холостом ходу либо вы двигаетесь как овощ короче у вас перед дросселем создается вакуум турбо режим когда вы нажали немножко на педаль газа поехали то у вас перед дросселем уже нету вакуума у вас создается избыточное давление если бы в нашем волшебном к вкг не было бы и серия два в одном то тогда бы рециркуляция картерных газов работала бы только в либо в одном либо в другом режиме и в другом режиме у вас или создавалось бы избыточное давление и тогда бы ну текли сальники или бы наоборот в каком-то из этих режимов все масло вместе с картерными газами у вас поступало бы вместе во впуск ну и в общем последующими вытекающими и как же это было реализовано короче есть канал через этот канал в атмосферном режиме попадают те самые картерные газы но надо отметить то что на ваговских моторах картерные газы попадают уже после маслоотделителя грубой очистки который у нас стоит внизу вот этот маслоотделитель это не единственный маслоотделитель на вашем моторе соответственно вот через этот канал попадает попадает картерные газы попадает они вот в эту вот вороночку эта вороночка называется циклоном и в ней отделяется как раз таки пары масла капли масла от картерных газов дальше картерные газы переходят вот в этот подмембранный отдел район короче неважно вот под этой шляпу попадают картерные газы и здесь у нас происходит повторное отделение ну уже там не повторное третье четвертое отделение капелек масла от картерных газов и опять-таки капельки масла попадают у нас вот вот в эту вороночку в этот циклон а картерные газы из этой трубочки вот из-за когда у нас подключается турбина у нас перед дросселем возрастает давление вследствие этого один из обратных клапанов а тут их несколько срабатывает и все давление начинает происходить проходить еще через вот эту часть если закрыть крышкой то вот так вот это дело выглядит вот эта часть она у нас соединена с турбины с турбины с холодной частью то есть когда вы начинаете наваливать у этой штуки уже не хватает сил отделять все она просто тупо не успевает отделять все картерные газы от всего масла и что попадает нее во внутрь за это тоже отвечает еще один из клапанков и он начинает вот по этому каналу вы можете видеть какого он размера что здесь вот но большой палец помещается все засовывать прогонять в турбину поэтому каждый раз когда вы видите то что у вас во впускном во впускном в интеркулере есть масло то что у вас на стенках пайпов есть много масла не значит то что у вас конец турбине возможно у вас конец маслоотделителя выражаясь обычным человеческим языком эти два режима работы то есть турбовый атмосферный отличается тем что когда атмосферный режим работы то картерные газы без масла ну якобы должны идти вот из этого отверстия на впускной коллектор когда турбо режим то они должны идти из этого отверстия с допустимыми примесями масла в картерных газах вот из этого отверстия они попадают в турбину в холодную часть но на этом оба устройстве этого устройства мы закончим а и перейдем к интересная часть как к вкг портит нашу жизнь первый момент плавающие обороты почему плавают обороты когда выходит из строя вот эта мембрана ну точнее она бывает что рвется а бывает вследствие воздействия температуры масла и вот этих отработавших газов картерных она просто дубеет и тогда у нас вот через это самое отверстие которое мы можем видеть вверху верхней части маслоотделителя поступает воздух из атмосферы сразу во впуск как мы говорили раньше вот через этот вот канал прямо во впускной коллектор впускном коллекторе появляется лишнее количество воздуха которое не было посчитано расходомером то есть смесь топлива воздушной смеси смесь топлива воздушной смеси лан становится слишком бедный то есть пропорция бензин воздух становится воздуха слишком много потому что я не посчитал расходомер и мотор начинает работать некорректно если с подсосом воздуха мы более-менее разобрались то почему же из-за к вкг способен жрать масло ваш двигатель проблема все также в тех же резиночках мембраночках вы только посмотрите на размер вот этих вот просто ну каких-то резиночек а это и есть клапана которые отвечают за то по какому из каналов пойдет вот эта смесь из масла и картерных газов по внутри этого самого к вкг если какая-то из этих мембраночек задубела порвалась или еще что-то с ней случилось не то то наша вот эта вот смесь картерных газов она идет в обход того самого как она называется того самого циклона и она идет сразу в либо в впускной коллектор либо в турбину то есть по факту картерные газы не отделяется больше от масла в картерных газах достаточно большое количество масла и если его вообще никак не отделять то вот и мы получаем иногда расход вплоть до литра на одну тысячу километров ну и по причине выхода из строя все тех же самых мембран и клапанов масло с картерными газами попадает в холодную часть турбины а далее попадает через пайпы в кулек там и оседает поэтому достаточно часто демонтируя кульки с пайпами оттуда выливается большое количество масла не пугайтесь это совсем не значит то что у вас вышло из строя турбины или вышло из строя поршневая в первую очередь всегда как бы ну стоит проверить или не глядя поменять именно к вкг ну как говорится от меньшего к большему а потом уже другое но наверное я бы не рекомендовал самому себе просто так менять этот клапан к вкг если у вас появились плавающий оборот или появился повышенный расход масла то вы можете заехать к нам сервис и плавающие обороты проверяются так называемая опрессовка двигателя и опрессовка дымом или просто воздухом под давлением становится ясно вышло из строя не вышло из строя мембраны как она себя чувствует если вопрос повышенного расхода масла то всегда можно заглянуть эндоскопом цилиндр подсвечки посмотреть снять пайпы посмотреть к если там масла нету масла короче можно всегда сделать диагностику относительно той или иной вашей проблемы а самолечение ну это общем мы не рекомендуем короче если что ждем вас всех на диагностику в наш сервис всем добра пока не забывайте подписываться на наш канал и на запрещенный инстаграм